можно бмв надо привыкать потихонечку по отзывам вообще в целом жалуются народ во первых маржа большая на автомобиле я признаю что он подешевле должен стоить но первые впечатления конечно после тест-драйва но я тебе честно скажу мы сейчас к вам потом в ауди не говоришь что автомобиль будет жить 15 лет и не доставлять технических проблем не надо друзья всем привет но прежде чем мы начнем сразу говорю немного каши первое но посмотри а какой я тебе вид покажу сегодня привез тебя показать тебе вечерком после дождичка красиво второе спрос рождает предложение именно поэтому сейчас вы на экране видите сайт машков . рф друзья я ничего не придумал вы сами меня к этому подтолкнули за последние полгода я нашел 23 автомобиля по просьбе людей найти новые автомобили у официального дилера получить скидочку поторговаться хорошее предложение по кредиту пробежаться да да не удивляйтесь как говорит сергей симонов по кредитам начал разбираться очень хорошо знаю все лазеечки знаю все подводные камни в общем переходите по ссылке в описании поймете о чем идет речь третье в этом видеоролике вы увидите тест-драйв новая бмв пятой серии и audi a6 уходящего поколения мы покатались на одном автомобиле мы покатались на другом автомобиле пообщались с менеджерами обязательно внимательно посидите послушайте хочу отметить что вся съемка идет скрытая когда мы катались с менеджером бмв он даже не видел что мы с камерой когда мы приехали в салон ауди менеджер заметил начал говорить о том что все съемки все фото видео нужно согласовывать с маркетинговым отделом естественно скале да да конечно но оператор красава сзади такой знаешь сидит снимает поэтому менеджер audi кажется немного более компетентного такой настойчивее ну обратите внимание пересказывать все не буду в общем давайте сейчас с вами прокатимся по маршруту посмотрите основной видеоролик и в конце здесь же мы подведем с вами итоги поехали мы переместились на первую точку это будет компания бмв друзья борис хофф на заднем плане никакой рекламы мы им не делаем почему к ним приехали потому что они ближе к нам находятся если вдруг вы хотите купить себе автомобиль бмв покупайте где вам выгоднее где вам удобнее минуту внимания для владельцев и фанатов мазды ребята в москве появился новый официальный дилер mazda key auto ключ авто нашими словами в этом месяце в августе 2018 года он действительно дал самую низкую цену на покупку автомобиля mazda 6 65 тысяч рублей прямая скидка плюс дал 3 то в подарок плюс дал каска в подарок угон total это стандартное предложение от mazda тем не менее многие дилеры этого делать не хотели поэтому всем кому интересно все кто хотят купить автомобиль имейте ввиду что они появились говорю это не для рекламы сам прозванив как вы знаете колымлю зашибаю копеечку периодически подбираю автомобили и с вами делюсь бесплатной информации что есть новый дилер соответственно пытается привлечь клиентов хотите сэкономить как минимум попробуйте позвоните вдруг для вас будет интересное предложение мы же сейчас отправляемся в автосалон записываемся на тест-драйв и потихой поаккуратно едем вместе с вами кататься приехали на 15 минут раньше чем договаривались с менеджером сегодня выходной день поэтому есть возможность посидеть пошариться в новых автомобилях сейчас мы находимся с вами в бмв 520 дизельный с пакетом sportline друзья после старушки mazda сюда садишься думаю что совсем другой уровень подчеркиваю что это по сути можно сказать для бмв базовая комплектация в которой как говорят люди нет ничего нет системы нбт полноценной вот полноценная система мбт у дилера стоит 300 тысяч рублей установить на рынке в любом другом месте оригинальную точно такую же вы сможете поставить на пятерку примерно за 45 50 тысяч все на авито смотрите сами вот здесь по интерьеру ну конечно блин все на оценку 5 баллов и когда мы с вами порой говорим а бмв говно бмв не то соглашусь полностью если речь идет про автомобиль с пробегом больше 100 тысяч более пяти лет если брать новый автомобиль единственное что меня здесь смущает это то что только задний привод идет сейчас если взять ее с полным приводом автомобиль просто дороже становится но пятерочку 520 с полным приводом с удовольствием так это получается 520 дизель с полным приводом расход какого не 7 8 это смешанным а изначально сам автомобиль идет задним правильно как бы приводом здесь же подключаемый передний как 9 на 60 назад это вращать постоянно моста постоянно шумоизоляцию послушать 110 а резина родная на ран флоте до которой система но вот с точки зрения посадки конечно если сидеть в автомобиле нормально стыке проезжаешь тоже как бы вроде бы не жестко навигация не показывать до пробки показывает а вот показывать да вроде даже а он откуда берет информацию от пробок сим-карт ставит значит и в интернете можно получать с учетом интернет частичные новости там погода навигация с учетом пробок там обслуживание мы проходим нет как такового интервал между сервис на 15000 замена масло фильтра а дальше уже по компьютеру как она покажет можно было надо привыкать потихонечку обслуживание сколько примерно по деньгам то ходить порядка 20-30 тысяч на пятерку 20-30 тысяч а сейчас гарантия два года и без ограничения до 3 года и 200 тысяч три года и 200 тысяч но это на что получается на двигатель на коробку основное на рычаги на подвеску ну за исключением как обычно это там диски тормозные колодки то есть за расходе не сказал что она дизельная я подумал что бензинную то есть так вот машине сидишь конечно со 100 не хватает но вот если 40 упрятный звук на самом деле услышно мотор и чё меня наоборот считаю то что хорошо когда слышно этот блин какая тесла электро когда нажал ничего не слышно то есть самое главное что он не орёт там из серии а не могу в отличие от базы получается полный привод 1 навигация 2 все но отделка разная планка 3 диски 4 руль 5 потолок 6 бамперы руль бамперы это то что входит в м-пакет а клирен сколько здесь 150 а оптика диодная и ближний и дальний правильно а с базы дороже начинается камера задняя стоит на тоже опять же стандарте нету здесь она есть лобовое с подогревом лобовое без до обычных вообще нет по отзывам вообще в целом жалуются народ приезжают но есть какие проблемы действительно с дизелем смотря на то что машину вышла там в ноябре в октябре прошлого года никаких проблем очень довольны а дизель доработанный или тот же самый доработанный конечно не улучшает каждый раз но он по сути тот же там каких-то серьезных как обычно поменьше расход получше динамика облегчает каска сколько примерно автомобиль если мне лет 10 стаж вождения 1150 если кредиты берут то получается минимум что должен сделать это угон тотал правильно минимальные требования из функции по салону что у нас получается климат раздельный двойной д круиз-контроль подогревы вентиляции нет выбор режима управление компьютером ядра не ну так конечно приятно и сидеть в принципе удобно если под себя вот так настроить сидения сзади нормально место хотите понять что лучше дали бы 5 серии либо 3 для вас да ну и по возможностям да но эти честно скажу мы сейчас к вам потом в audi сравнить а4 и а6 а пятерка грубо говоря вот говорю на трешку хватает 320 с полным приводом на пятую серию максимум я не знаю на что хватит наверное на от 520 да 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 дизель с задним приводом вот это вот смущает просто зимой конечно много езжу поэтому вот это единственная проблема тут видишь как заходишь блин посмотреть а4 ну вроде нормально но хочется полный привод полный привод соответственно богаче комплектация дороже машины и вот по нарастающей да если было бы вот как например это было знаешь на nissan patrol 2 комплектации топовая и чуть подороже там это люки фигуки так далее да 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 и ты приходишь ты купил машину тебя в ней сразу есть все да у немцев вот не нравится то что во первых маржа большая на автомобиле я признаю что он подешевле должен стоить во вторых опять же обслуживание тут вы же 25-30 тысяч вот думаешь я понимаю конечно бизнес-класс все дела но что будет первым того поменяют масло сделать диагностику все но двадцать пять тысяч по сути это стоит 5 7 тысяч я понимаю хорошо было ну на 2 14 вот 25 то есть с этим тоже надо мириться и первые как говорится три года три года до гарантии обслуживать придется у дилера потому что на всякий случай не дай бог коробка не дай бог двигатель проще приехать к вам сказать ребята принимайте опять же через три года если накатать больше ста тысяч на продавать в цене потеряет но с другой стороны стимул ляжки как говорится не расслаблять работать будут деньги да как бы покупать на последний ну не самое лучшее решение это в общем самая самая доступная комплектация из того что идет с полным приводом короче самое идеальное сочетание на мой взгляд на первые впечатления конечно после тест-драйва друзья ну что ни говори идеальный на мой взгляд сочетание 520 x drive в м-пакете и красивая и технологичная и по интерьеру есть все что необходимо вообще по комплектации и тот же момент расход будет небольшой и полный привод ну что еще нужно денег только нужно мы конечно запросим от него предложение по цене но в целом я вас концу ролика сориентирую сколько такая машина будет стоить мы приехали на следующую точку это audi центр юг почему юг но опять же нам просто сюда территориально удобнее ехать друзья мы сейчас идем берем а6 и сравним с пятеркой важно понимать что пятерка новая а 6 которая здесь это она еще старая потому что как вы знаете уже анонсировали новую а6 это совсем другой автомобиль по интерьеру конечно блин вот сравнение с тем что мы сейчас возьмем совсем другой уровень новой технологии тем не менее посмотрим что предложит у нее ну это короче зверь ну безусловно автомобиль более динамичный вес у него в этом оснащении тонна 809 заявленный расход ну примерно если брать смешанную езду и понятное дело что если здесь топить 10 такая объективная реальность 10-12 адекватный 12 это уже пришпоривать машину вот система драйв селект который вот это 6 выбора поведения автомобиля от экономичного комфортного подстраивающегося под вас режиме авто но лучше комфорт либо динамик здесь этого маршрута куда динамик лазим колес какие обслуживание здесь также раз 15000 намного дороже первое подороже сколько 19 это то что звук такой все нравится в целом по машине большая комфортная и просто уже катался на ней единственное что не нравится но это уже будет все в новом это вот центральная часть вот интерьера уже конечно староват этот сиди магнитола это вообще зависит от того сколько вы планируете потратить денег да свежее интереснее за те цены чтобы сейчас купить и привод в лучшем случае передний и весной на шестерку вот на эту реально сейчас скидки будут хорошие исходя из того что вот а уже все да уже финиш то есть все что осталось только вот это можно но вы как-то скидываете или в спокойном режиме потому что сейчас в среднем полноприводная в слайне машины это три почти 700 спеццены были близки к сам просто нас получается 2 литра передний привода 18 турбос а 1 и 8 опять же если какой трейдин кредит это может упасть на ауди в россии скидок нету есть спецусловия по процентной ставке до 7 процентов до скидки дает лизинг доп скидки дает 3 но на 7 процентов это так помню как везде сейчас с этим со страховкой жизни правильно если без страхованием жизни навязыванием этих услуг если вы хотите а если отказаться процент не изменится также остается ну да рынке ни бмв ни мерседес вам не предложат таких условий имеется до трех лет плену новое конечно там совсем другой автомобилю с точки зрения технологичности я смотрел мы были на презентация 8 по интерьеру конечно классно за линию все решают деньги естественно все хотят чтобы все было вот хороший участок да нормально самое главное чтобы это расхлябанность не появилась со временем а то знаешь любой автомобиль новый берешь потестировать собранная сбита со временем потом опять появляется этот вопрос правильно обслуживать а сверчки это не правило но бмв эти честно за счет того что пятерка новая конечно интерьер привлекает то есть садишься нравится здесь большой дисплей по сути да они каких-то комплектациях кто готов вам предложить виртуальную приборную панель ну даже если я понимаю да но в любом случае даже вот исходя из того что предыдущем очень большой сходство с предыдущим кузовом все равно симпатичный здесь вот ну маленько знаешь так старовато выглядит вот а 4 мне кажется даже поинтереснее это нормально мы сейчас выпустим новую машину ну блин до старее чем наши автомобили а у вас всегда так это маркетинг да вы самые машины вовремя по их мнению опять же никто не предлагает два сенсорных краном никто из премиум немецкого сегмента и именно с таким качеством реализации а что идет изначально они же вас из наборная машина но получается так что например если берешь а 6 в любом случае их прямо чисто базу не везут что-то уже изначально заводу ставят типа там диоды существует три пакета s-line комфорт бизнеса и сколько вот например обойдется в слайне если 2 литра рассмотреть передний период не 2 литра сока 18 ну 2 вот этот 18 мотора в слайне нету их не привозят в последних поставках а 2 литра на с дизелем будет пакета 2 до двухлитровый будет дизель но тоже в пакете 2 вы не получите спорт премиум если вы хотите с лайн он же спорт премиум это только полноприводные автомобили сейчас и то если остались у кого-то в продаже стекла двойные да опция да а чо обычно интересно у вас еще сделать это именно политика что сначала вышел например там mercedes потом вышла бмв это может быть даже каким-то глобальными внутренними договоренностями чтобы каждый свою прибыль поимел выпустить три машины в рынок это значит что каждый потеряет делиться конечно а здесь год поездил могу себе позволить куплю новую покатаюсь на этой через год новую себе куплю на другое покатаюсь сравню решу что для меня лучше субъективное невозможно переуговорить фаната бмв купить а вот это невозможно но тем не менее пробуют и скидками все равно люди также как с ауди уходят на японцев и другие бренды также возвращаются и уверен что и бмв и мерседес то же самое но ненц плюс огромный если новую машину брать вот если ее забирать салона с нулевым пробегом из гарантии на 5 лет да простят меня в мейджоре у нас был автомобилей продается audi больше чем новых если audi такие ломучишь их люди то берут не уже люди которые могут себе позволить машину от миллиона до четырех там пяти а это у 7 с пробегом не думают головой думают доверяют почему-то берут эти машины возвращаются нас огромный пул своих постоянных клиентов это не десятки тысячи людей вы уж на вас это сколько правда на три-четыре года семидесятилетних же у вас нет у вас там по ни среднему как-то не говори что автомобиль будет жить 15 лет и не доставлять технических проблем не toyota не lexus не ауди у каждого продукта заложен какой-то свой ресурс после которого номинальная заработок любого дилера это 70 процентов сервис это не продаж автомобилей даже не дилера бренда вот так в целом это его обслуживание это ремонт расходник когда там на запчастях были уже у марселеса такие эксперименты когда бренд не обанкротился выпустив надежные е 190 90-е года то же время пришло но никто не покупал другой машины зачем вот она ездить надежно ничего не ломается зачем ее менять ощущение вот даже потолкаться пробкам комфортная машина то есть вот реально плывем тебе место сзади нормально понятно что за меньшие деньги можно рассматривать эту легенду бизнес-класс ну блин не надо надо так это бешеная популярность этих автомобилей но это не бизнес-класс это просто типичный д-класс это не твоим почему у нас в россии вот у нас только в россии и считают бизнес-классом тот камри камри из-за того что она полюбилась там чиновникам из-за того что там люди считают что это вот вот серьезная машина чем не серьезно хорошая машина надежная надежность надежно армии технологии да да вот вот именно это им уже десятки лет приносит прибыль без скидок продавая и ничего не изобретая ничего нового штампуешь одно и то же ставишь и все в ряд в опять же все познается в сравнении и также тойота и направо на можно купить можно есть с точки а в точке б другое дело ездить с удовольствием на автомобиле это рулежка это динамика это шумка это только вообще себя с автомобилем ощущаете в общем нравится но больше нравится новое и пришло самое время подвести итоги сделать выводы ну давайте будем честными пятерочка все кто катался на новый проходил тест-драйвы но дарит конечно хорошие позитивные впечатления машина интересная машина собранная хоть и она вроде бы как бы знаешь такая рестайлинговая немного доработанная внешне немного доработанная по интерьеру все равно парни уважение вызывает хочется купить именно в том сочетании что полный привод 520 естественно однозначно сразу чипуем в м-пакете самое необходимое есть нбт на стороне запросто доставил все ты сел тебя прекрасный интерьер хорошая машина передвигаешься катаешься что смущает в ауди ну непосредственно то что это а6 уходящая в нее садишься ну уже все знаешь старая машина сэнта дисплей и больше всего что меня смущает в аудио это то что чего не коснись везде опция вот и послушать даже от менеджера вот опция 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 ты садишься в автомобиль который как бы стоит 3 миллиона 700 тысяч рублей который он назвал но там с этот убогий просто дисплей а все почему потому что люди не хотят и не готовы доплачивать 200-250 тысяч за нормальный дисплей при этом эту машину они реально будут готовы отдать там за 2 миллиона 800 тысяч рублей если мы рассматриваем с вами передний привод более простую комплектацию ее сегодня можно будет найти примерно за 2 миллиона 200 тысяч рублей помните в одном из видеороликов я говорил что нужно соблюдать правила затаившейся кобры и это затаившаяся кобра пришла к нам сейчас вот начинается уже сентябрь скоро и поэтому нужно ждать выжидать опять же не нужно прошляпить свое предложение можно покататься понюхать там пообщаться с этим познакомился с тем и знаешь главное держать на контроле найти можно будет я думаю даже ниже предложение серии передний привод но скоро приедет новая а6 я уже знаю то что в нее конечно сядешь скажешь блин совсем другой автомобиль классная тачка но кто готов его купить машина будет по цене ну естественно там миллиона три рублей а то и выше с учетом того что все мы хотим полный привод все мы хотим передвигаться с комфортом bmw 520 в комплектации самой базовой на заднем приводе сегодня можно будет найти примерно за 2 300 2 400 естественно все менеджеры кричат в одно что ценник типа 2 300 был в этом году был но мы его уже не подтвердим надо искать я думаю концу года будет больше предложений в любом случае самая привлекательная на мой взгляд версия 520 полный привод m-пакет отсюда возникает много вопросов в комментарии много подколов не очень нравится ваш юмор когда некоторые пишут слышь блондин ты по каким-то салонам ауди катаешься на каких-то там бмв тест драйвы проходишь когда у тебя шорты там 10 лет ты не мелко у тебя кредиты мы все про тебя знаем ты сам все рассказываешь иди работаю кредиты за такие шутки ставлю оценку 5 баллов смешно нравится но вот такой блондин вот дальше такой непростой хитрый хитрый лис работаем ребята стараемся самое главное должен быть стимул но вы должны понимать что покупка автомобиля для меня это не вот пришел прокатился тест-драйв купил надо походить надо взвесить все оценить и вот в заключение к этому видеоролику после четырех тест-драйв я могу вам сказать смело одно что если сравнить а6 и бмв 5 серии однозначно бмв 5 серии вот то что было на тесте вообще класс очень понравилось запомнилась машина если сравнивать а4 и бмв 3 серии то здесь для меня больше выигрышная бмв 320 м пакет полный привод почему в первую очередь цена по оснащению в принципе достаточно можно будет доставить камеру сам прекрасно понимаю что смешно отдавать за машину 2 ляма но не иметь камеру тем не менее говорим о том что мы имеем если же брать audi то только полный привод quattro интересный вариант 190 сил хотя бы помните мы такой автомобиль забирали за миллион девятьсот девяносто вот если бы сейчас эту версию найти это предложение вполне возможно что уже этой осенью блондин был бы знаешь властелином колец тем не менее будем продолжать искать будем продолжать смотреть хожу торгую собирая информацию выуживаю подписывайтесь на канал пишите ваши комментарии чтобы вы выбрали из этих двух автомобилей какой другой альтернативный вариант выбора смотрели давайте ваши советы давайте ваши умозаключения все читаю всем отвечаю подписка на канал подписка на instagram канала ставьте лайки ставьте дизлайки до новых встреч всем пока пока